Встречай супер новинку Сплэтс Хэд! Бей, тяни, бросай и сплющивай! Создавай забавные формы и играй с друзьями! Сплэтс Хэд! Только от Симба Тойз Рус! Аб ты чё совсем? Ежедневничек позитивненький! Дура, я сейчас тебя врежу! Это что такое? Не! Всем привет, ребята! С вами я, Маша, и вы на моём канале. И сегодня будет очень интересное видео, потому что я такого никогда не снимала, в таком я никогда не участвовала. Будет очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Идея такова. Папа заказал на Валдберес 10, как он говорит, самых тупых, смешных, забавных подарков мне. Я не знаю, что он заказал, я не видела. Вот прям честно говорю, не видела. И поэтому сегодня мы сейчас вместе это всё будем открывать, смотреть, что он там мне заказал. Мне уже смешно. Я обожаю распаковывать. Ну, давайте начинать. Вот прям будем брать вот первая коробка. Я вот тут ножнички подготовила. Коробка. Нет никаких отличительных знаков. Мне уже реально страшно. Ну, давайте открывать. Это... Подожди. Это уже начался подарок. Или ещё нет? Ну, тут пенопласт. Пап, ты что совсем? Просто некоторые подарки просили без коробки. Я это очень хотела. Это же носки. Пап. Так, сейчас вот демонстрирую. Ну, ещё это может работать, типа, вот у вас там есть пара. И вот так вот можете... Сейчас. Не получается. Вот так... Короче, у меня теперь всё-таки крутые носки. Так, поехали дальше. Я вообще уже не знаю, о чём не ждать. Давайте вот это. Тут какая-то странная коробка. Ну, кстати, она такая потяжелее, чем та с носками. Давайте открывать. Это вы сами запаковывали? Нет, это пришло так. Немножко сложно открывается. А, всё. Это какашка! О, а что она такая реалистичная? Какая стресс. Спасибо. Смотрите, какая какашка реалистичная. Мне кажется, ни у кого таких нет. Смотрите, вот так она будет стоять в кадре, непридуждённая. Какой там есть стресс? Вот у меня есть стресс, я вот так сидеть с какашкой. Вот там, например, где-нибудь в общественном месте у меня стресс. И я вот так сижу. Давайте дальше. Папа уже ржёт, а я не пойму, из-за чего. Он тут просто какой-то конвертик. Видите, как красиво в упаковочной бумаге. Это вот это сами? Это я сам, потому что пришло без упаковки. Уже реально немножко страшно. Я это буду носить! Я это буду носить! Я же такое обожаю, такое смешное, тупое. Человинечек сфакал! Ну, это же гениально! Я вот так себе повешу, знаете, такая вот мадам, типа вот такая нарядная сумочка какой-нибудь. И вот такой байлочек. Я считаю, это замечательно. Давайте завёрнутую вот эту, интересно. Тут что-то мягкое. Папа... Ты сидишь и считаешь анекдоты. Я видела только недавно в ТикТоке, как кто-то читал анекдоты с туалетной бумаги. Это реально кто-то продаёт на вам. Что за идиоты? Мамушка, ты сама пришла? Сама, внучок, сама. А мама сказала, что тебе черти принесли. Что? Тёща заходит на кухню с веником. Взять. Мама, вы подмести хотели или полетели куда? Типа, ведьма? Коллекция туалетных анекдотов от планеты приколов. Планета приколов. Надеюсь, вы закроетесь. Бывает, лежишь на диване, пьёшь пиво, смотришь телевизор, а тут звонок. Ты сына забрал, продукты купил, завтра мама приезжает, не забыл. Что ты молчишь, Серёжа? А ты не Серёжа, ты Коля. И на душе праздник. Говнище! А, ну, поэтому, а, ну, наверное, в этом и смысл, типа, настолько плохие анекдоты, что ты, типа, ну... Говнище! Давайте дальше. Вот тут в каком-то мешке страшном. Это кто-то дарил нам? Этот пакет. Это так пришло? Нет, это я положил. Вот такой смешный, что это дракон. Но тут что-то очень странное, я не понимаю пока что это. Что это такое? Пап, ты ещё сам? Это для чего? Такая... Это обувь такая? Продождливая, пап, будет. Красавчик. Убиваешь? Ну, надень, ну, бень. На ночь. Реально? Типа, реально? Да. В это кто-то реально ходит? Ну, вот такие. Как вам, ребята, такие ботиночки? Это не то, что ваши вот эти вот, как там, что там носят эти ваши найки, адидасы вот эти. Вот что надо носить, вот что носят настоящие модники. Вот это надо же было, ну, придумать. Нет, ну вот чем вы думаете люди, которые вот такие, блин, это я буду продавать на Валберес ботинки непромокающие. Вот потом такие люди, как мой папа, это и заказывают, видимо. Давайте дальше я хочу конверт. Да, конвертик вот такой. Что-то здесь твердое. Это ложка на паспорт. Давайте этот мем сюда вставим. У меня была обложка на паспорт с Корги. Ну, теперь как бы вот такая. Ну, вообще, конечно, ну, это легендарно. Переходим к коробке. Ну, короче, очень странно заклеена скотчем. Что-то тут огромное, но очень легкое. Что? Лизард Танг. Пап, ты хочешь, чтобы я это же надела? Это как у нас была игра с курицей. Ну, в смысле, ну, там же нужно было быть курицей, а здесь нужно быть и ящерицей. Так, погнали. Видишь, как тяжело. Контр, ой, какой контрстрайк. Просто страйк. Ну, все, я профессиональная ящерица. Смотрите, тут даже антибактериальные салфетки, видимо, оно опасно. Да. Я точно чем-нибудь заражусь. Итак, погнали дальше. Вот перейдем тоже к такому вот конвертику. А почему мне такой подарок? Это тебе? Боже мой, я сейчас вам покажу. Цепочка. Надели, что это пиво? Вот эти вот цепочки, вот эти кортье, булгарь, ничего не сравнится с этим. Потому что это от папы. Да. И вот что там написано пиво. Ой, тут оклейка в подарок со сви. Неправильно надели. Тут теперь пиво вверх ногами. Все, я теперь буду такая, и я буду самая модная. Ну, типа, если у вас нет такого жрелья, то, ну... Ну, не втренний. Да. У меня зато еще и свинья есть. Осталось два подарка. Я хочу последний оставить на самый конец. Или какой оставить на самый конец? Есть вот этот тяжелый. Есть вот этот вот, как будто я не знаю, кто это запаковывал вообще. Что, с чего начать? Давайте. Давайте с этого. Похоже на книгу. Так, книга. Ну, что ты... Это ежедневничек позитивненький. Что за название? Это кто придумал? Ходить на массажик, подписать договорчик, написать постик, сделать зарядочку, заключить контракт. Дура, я сейчас тебе врежу. Это... Это... Это как этот. Я же бездельник. Так, еще раз прочитаем название. Ежедневничек позитивненький. Каждая неделька, как праздник с дататочками. Если вы хотите, чтобы жизнечка лыбалась, подогрите, если честно, свое хорошенькое настроение. Понедельничек, вторничек, времечко, делишечки, да, точка? Веди себя так, вот ты уже счастливенький. И ты действительно станешь счастливеньким. Субботушка, воскресенье, воскресенье. Че? Если ты собираешься в один прекрасненький денечек создать что-то грандиозное, грандиозненькое, помни, это один прекрасный денечек, а это сегодняшечко. Какой же просто ужас. Так, давайте еще цитаточку. Надо всегда быть радостненьким, если это скончается, ищи еще машинка. Левушка, толстой. Вы че, вообще неадекватные, кто это писал? Просто, это какой-то, я не знаю, это как будто психбольной, какой-то придумал. Для позитивненькой девочки. Я сейчас им врежу, это позитивненькая девочка. Ты семейство едет ужасненькие трудности в любой благоприятной возможности. А в теме семейство едет благоприятные возможности в любой ужасненькой трудности. Какой ужас. Так, все, давайте, вот, последнюю. Я проверяю пустик, и если нахожу его, я знаю, у меня есть шансик. Короче, ой, жесть. Это про кисок, у кого-нибудь какая-нибудь депрессия, он себе купил вот это, и у него еще хуже депрессия станет, еще больше. Такой ежедневничек позитивненький. Спасибо. Открываю последний, самый интересный, потому что я не знаю, кто это. Скоробка маленькая, я скажу. Я просто в шоке. Годлин до написано. Что это? Девочки какие-то две. Funny Friends Collection. Что это такое? А что ты сеешься? Я вообще не понимаю. Как ты сейчас сеешься? Это что такое? Нет. Как этим пользоваться? Ты можешь попросить маму налить мяча. На. Мама, господи. Нет, это же надо было придумать. А, ну вот как оно? А, ну оно не касается чая, то я думала, вот эти железные штуки еще с чаю вот там плавают. Очень крутая кружка, такая некая машинка. Давайте вот найдем какие-то практичные. Как, в чем это вот можно вот реально, чем это удобнее обычной кружки? Пододвигать просто удобнее. Ну а ты, если заденешь, что кружка... Вот она не перевернется, она отъедет. Кстати, да, вот так припиньте, вот так. Вот бывает же, но вот так случайно. Вот так бы кружка бы упала, это бы покатилось. Если вы часто разбиваете кружки, то, пожалуйста, купите вот это от Funny Friends. Тебе понравились наши подарки? Конечно. Мне что, больше всего понравилось? Мне понравилась какашка, потому что, ну, практичная вещь. Нет, ну вот это гениально, реально. А на Skimo? А, да! На Skimo это мои самые любимые будут. Вот этот ежебездельничек, я не знаю, если его читать, можно сойти с ума. Но, ну ладно, поднимает настроение. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok